добрый день вот маска у меня просуществовала три года полностью эта маска у меня 75 002 ну м очка вот такая она была через два с половиной года получается вот это вот штука внизу в середине находится сейчас покажу вот тут пошла маленькая трещинка но я этому не придал значения но трещинка и трещинка чего она пошла я то я так думаю когда вот эти фильтры надеваешь туда-сюда она получается здесь на перелом идет она хоть и аккуратно одеваешь но все равно она сильно туго и идет на перелом короче она переломалась сделать ну я говорю маленькая трещинка было за полгода она увеличилась в размерах и где-то пол месяца назад я стал они помниться месяца назад стал задыхаться работая в маске когда я разобрал ее с этой стороны вторая трещинка пошла я и клеил и паяльником пытался распаять в пластик чтобы держалась ничего не помогает она все равно когда маску одеваешь получается маску надеваешь и на лицо она расходится вот это плат пластик и все равно она трескается потом последние я вот она как сделал нагрел шило и отверстие сделал и продел туда ведь и самые скобы обыкновенные вот она тут зажал его и благодаря этому она стала более-менее держаться но я это уже я заказал другую маску респиратор и это просто шопу пока респиратор новый я в интернет-магазине заказывал пока он и шел я вот это сделал чтоб хоть как-то помогало потому что очень задыхаться стал мне эта маска очень очень понравилась самого первого когда я ее купил во первых она разбирается полностью во вторых она мягенькая вся силиконовая у меня на канале есть видео где я так скажем обслуживаю разбираю мою чищу фильтры как делаю то есть не фильтра пред фильтры есть и продаются ватные фильтры ой пред пред фильтры ложатся на фильтр чтоб сильно не загрязнялась но она дорогущая поэтому я показываю как я делаю пред фильтры эти сам я там ссылочку по 2 под это видео оставлю как я обслуживаю маску купил заказал купил вот такого именно шо самая дешевая из из вот этого 3м если сравнивать с другими респираторами оно и не дешевая принципе получается а вот именно и этой фирмы она самая я заказал почему потому что хотел попробовать по у по отзывам я читал что очень хорошая маска всем нравится но я думаю что она нравится тем людям которые не пробовали вот эту маску сейчас полностью расскажу все минусы плюс это один только это цена если сравнивать с той маской это это в два раза дешевле что-то оригинальная маска шот это оригинальная начну с вот этого я не знаю это похоже на резину я поначалу когда только его открыл я думал это на пластик похоже ну вроде как резина но она до такой степени жесткая на картинке а когда смотрел она вроде мягко мягкая выглядела пока не пощупал а как пощупал она жесткая жесткая как вот есть продают дешевые китайские респираторы что там прям дубовая резина вот тут тоже самое когда на ее надеваешь она очень давит на переносицу на переносицу и вокруг переносицы потому что я же говорю потому что она дубовая дальше у нее не то что запаха ванища от нее первые два дня было ну сегодня уже будет третий день я пойду на работу я я ее за выходные проветривал и с этим и спиртом смазывал чтобы запах забрать и опять проветривал но сегодня я посмотрю что она будет запах до того до такой степени вонючих на в этой маске тоже был запах но он более приятный а вот от этой маски у меня допустим в первый день ну да где-то чуть больше пол смены отработал я начал задыхаться в горле першить стала потом второй день тоже где-то под полу после пол смены то же самое опять першить стала сухое горло и задыхаюсь и короче не понравилась мне эта маска дальше что в этой маске еще она не разбирается абсолютно единственное здесь снимаются эти ремешочки но я так подозреваю что вот это вот часть снимается только только вот эта часть вот это все полностью это не разбирается она здесь залито залито полностью в резину то есть насколько помоешь настолько помоешь но смысле протрешь опять же взять в эту маску здесь все полностью все можно прав помыть протереть вывернуть ее с этой стороны все сделать на той маске не этого не сделаешь дальше уже после того как я купил эту маску я посмотрел видео нет чтоб сразу посмотреть видео может быть я бы ее не купил один рассказывал что этой маски нельзя голову вниз нагинать потому что вот здесь образуется зазор да на себе я это попробовал самого первого дня надо только либо прямо держать голову либо если нагинаешь все равно стараться чтобы бородой закрывать вот эту часть потому что немножко больше нагинаешь и здесь зазор открывается то есть эта маска шоу маски шоу без маски одно и то же насчет крепления крепления тут никакое то ли опять же если брать эту маску здесь пластмасса плотная сюда идет этот самый ремешок и сюда ремешок она все плотно сидит если здесь брать крепления вот это непонятно шо вот она болтается тоненькая пластмасска и здесь тоже самое ну здесь более-менее более-менее а вот здесь вообще он тоненькая тоненькая пластмасска ну шо она выдержит надо изначально одевать на шею по их нему по их ней задумки когда одевая на шею вот эти опять пластмасски туда-сюда гуляют то есть я думаю ненадолго и хватит этих пластмассок что она быстро какая цена вот так она и будет служить дальше вот это вот эта часть которая на голову одевается она во-первых тоненькая хлипенькая и во вторых она не регулируется если взять опять эту маску здесь план пластик толще но тут я закрыл тут это меня на на голову давила я туда нашел как она называется ткань нашел и под низом у меня поролон чтоб она на голову не давила а вообще она вот здесь вот видно вон она она регулируется в принципе принципе все короче кто еще думает какую маску покупать давно из вот этих 3 м я советую не наступать на грабли на те же самые на которые я наступил и не покупать вот такое все спасибо за внимание